Амина, привет! Как дела? Здравствуйте! Хорошо, у вас как? Амина, с дороги прям? Да. Устала? Немного. А скажи, откуда ты прилетела? Я прилетела с Казахстана, с города Алматы. Как дорога? Тяжело? Много времени заняло? Если честно, я особо не общала. Спала всю дорогу просто в наушниках. Как граница прошла? Тяжело или нормально все? Граница прошла достаточно быстро, потому что я студентка, я получила нацвизу. Вопросов много не было, просто проверили приглашение, визу, паспорт на подлинности и все. Вопросы какие-то задавали в плане, где будешь проходить, карантин? Ну, в принципе, это точно должны были задать. Да, насчет проживания спросили, я сказала, что буду проживать в хостеле. Адрес записали для того, чтобы приходили, тебя проверяли? Да. Сказали, что будь осторожна и никуда не ходи? Да, сказали. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы? Амин, скажи, пожалуйста, еще, ты планируешь здесь и работать, и учиться? Да. На кого ты будешь учиться? На косметолога. На косметолога. А работать где планируешь? В шоколадной фабрике. В шоколадной фабрике. Здорово. Так, может, тебе сейчас надо что-то купить? Да, кстати, я хотела закупиться сейчас. Некоторая уходовая косметика, так как я косметолог, мне нужно набрать базу. Здорово. Тебе очень повезло, так как прямо здесь есть магазин «Росман», где мы можем с тобой купить тебе все необходимые... Вещи? Не вещи, а всю необходимую косметику, да, и пойдем, купим тебе и поможем. Так, ну что, мы с тобой пришли в магазин, скажи, пожалуйста, что тебе надо купить? Мне нужно купить уходовую косметику для обучения. Так, денежку поменяла? Да. Поменяла. Уже знаешь, что купить? Да, пару кремов и кое-что из базы. Хорошо, так, но нам еще надо будет с тобой потом сим-карту купить. Давай мы с тобой для начала выберем всю необходимую для тебя косметику, а потом я помогу тебе подключить сим-карту. Договорились? Договорились. Ну что, пойдем? Пошли. Паш.